Добрый день! Я пошла на вечернюю прогулку. Ну, девятый день диеты. На восьмой день диеты я не предоставила видеоотчёт, потому что у меня очень было много дел. Но у меня было минус 400 грамм. И вот с момента моей диеты с восьмого по пятнадцатое число у меня минус 4 килограмма. Но сегодня плюс 1 килограмм. Да, бывает такое. Ковальков пишет об этом. Это может случиться. Вот, погрешности. К сожалению, организм, который вот склонен к этому полноте, к ожирению, вот, он очень быстро усваивает. Хотя я не принимала углеводы быстрые. Это были небольшие погрешности. Я даже не съела килограмм этих погрешностей, а намного меньше. Но это были солёности, это были копчёности. И вот плюс 1 килограмм. В итоге минус 3 килограмма. Но я не хочу сказать, что сегодня у меня прямо так хорошо всё получается, потому что немножко настроение, конечно, не то. Трем шагом пошла на прогулку. Сейчас погуляю. Ну, завтра, надеюсь, на что-то лучшее в этом плане. Вот. Ну, может и не получится, конечно. Вот. Ну и вот хочу что сказать. Одна моя знакомая сегодня задала мне вопрос, почему вот именно Ковальков? Ну, это каждый сам себе выбирает, да? Есть диеты Дюкана, пожалуйста. Вот. Почему я Ковальков? Он мне близок по духу. Во-первых, он сам за полгода сбросил 50 килограммов. И он понимает, насколько это сложно человеку с ожирением. Хотя сейчас не принято так говорить. Это избыток массы тела, да? Вот. Но он понимает, как это сложно. У него клиника. У него научный подход. Научное обоснование. У него очень много литературы, которую мы, обыватели, можем прочесть. И это не просто там французская диета, китайская диета. Ешьте грейпфруты. Или там пейте больше воды, почаще ешьте поменьше. Вот. Побольше двигайтесь. Нет. Это объяснение всего и вся. Вот. Почему это? Почему в таких количествах? Почему нужно сдать тот или иной анализ? Вот. Для меня это близко. И я не ставлю целью вот такое какое-то экстремальное похудание. Вот. И у меня дома есть положительный пример. Вот это мой муж. У него был очень большой объем талии, да? Если сказать проще, то это у него был какой-то живот. Причем человек, до того, как познакомиться со мной, он был очень стройный и даже худой. И он никогда не страдал избытком массы тела. Но поскольку я так готовила и по многу, и не соблюдая колораж, и человек нетренированный, у него это все вот пошло в избыток массы тела. И вот ему понадобилось 3-4 года для того, чтобы этот объем талии свой нормализовать. На сегодняшний день он нормализовал свой объем талии. Но это питание, это соблюдение диеты. Он хлеб не ест. Очень умеренное питание. Ну, практически какие-то ограничения. Но, тем не менее, это сухофрукты, орехи обязательно. Это творог, это белок, обезжиренное мясо. Ну и никаких, конечно, быстрых углеводов. Никаких углеводов. Копчености, сосиски, сардельки, колбаски он не ест уже очень-очень давно. И плюс занимается спортом. Поэтому у меня есть живой пример простого человека, который далек очень от медицины. Далек от каких-то плановых и платных консультаций великих специалистов. Вот у меня есть такой пример рядышком. Вот поэтому все это возможно. Вот я пошла сейчас погулять. И завтра увидимся. До встречи.